Время новостей на телеканале Жебек Жола. Коротко о главном к этому часу расскажу вам я, Айгуль Мукей. Нашествие саранчи отражает сразу в нескольких регионах. Правительством принято решение направить дополнительную технику. По словам заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, связано это с тем, что ранее наша страна никогда не сталкивалась с таким наплывом вредителей. Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в Туркестанской области. Там к обработке сельхозугодий привлекли 70 машин и даже 4 самолета. Аналогичные работы также проводятся в Актюбинском и Костанайском регионах. По информации местных властей, им нужна дополнительная техника. К обработке полей также привлеклись силы крестьянских хозяйств и фермеров, сотрудников фитосанитарной инспекции, акимата и временных работников. Удивительный аташка. Так говорят о 75-летнем жителе поселка Агадырь Карагандинской области Дарибайо-Спанове, который всего 20 лет назад пришел в спорт и уже стал четырехкратным чемпионом мира, десятикратным чемпионом Азии, обладателем мировых рекордов. Наша редакция делала репортаж из США, где недавно Дарибайо-Та вновь одержал победы. И теперь он уже вернулся домой. Самым сильным Аксакалом региона встретилась наша съемочная группа. Аксакал, спортсмен и блогер, 75-летний Дарибайо-Спанов почти ежедневно выкладывает видео о своих спортивных успехах и своих учеников. Накануне он вернулся из Америки, где в городе Остинштадт и Техас проходил чемпионат мира по пауэрлифтингу. Дарибайо-Спанов взял серебро в классике и золото в экипировке. Главным соперником у меня был японец Отану Суцуми и немец из Германии. Канад был, еще индус был. Ну вот, у нас было пять человек в категории. И вот по классике я занял второе место, экипу я занял первое место с результатом 157,5 килограммов, пожалуй. И этот результат оказался третьим в абсолютной категории. Завоевал кубок. Дарибайо-Тайс, поселка Гадыршицкого района, долгое время работал в строительной и геодезической сферах. А вот в спорт пришел, когда ему было 56 лет. И за короткий период он стал мастером спорта международного класса, заслуженным тренером Казахстана, четырехкратным чемпионом мира, десятикратным чемпионом Азии. В состязаниях в осени участвовали 960 спортсменов всех возрастов из 46 стран. Там же участвовал и сын Дарибайо-Спанова Абдул-Карим Караман. Он стал победителем в классике и занял второе место в экипировке. А вот чемпионом мира Абдул-Карим стал в пятый раз. Наша семья достигла такой результат. 44 побед на международной арене поднимали флаг Казахстана. 22 раз звучали гимны, первые места. Из них 12 раз чемпионами мира стали. В том числе старший сын Алмаз, младший сын Абдул-Карим и внук Айтас. Чемпионы мира все мы. Сын Дарибайо-Спанова тренирует молодежь. Сам Аксакал тоже готовит подрастающее поколение, консультирует спортсменов. Ему 75. Он ежедневно занимается в зале. Ведь впереди у Агадырского Батыра новые цели. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, Жибек Жолы, Караганда. Отныне все заявки поступают туда автоматически и там же рассматриваются специалистами. А вот дети с так называемым девиантным поведением, состоящие на учете, в полиции будут иметь приоритет. Аномальная жара, высокая пожарная опасность и дожди с градом. Такой прогноз дали синоптики на ближайшие дни в Казахстане. В Казгидромете объяснили, это связано с прохождением атмосферных фронтов, которые и определили неустойчивый характер погоды. Поэтому на юге, западе и в центре ожидается жара до 40 градусов и выше. И, соответственно, есть чрезвычайно высокая вероятность возникновения пожара. А вот на севере пройдет гроза, град и шквальный ветер. В Атраусской области и в Абайе ожидается резкая смена погоды. От жары в 36 градусов до дождей с порывами ветра до 23,3 мм в секунду. А это все. Мы увидимся с вами вечером в программе «Новое время». До встречи в 20 часов 30 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова